МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наш фильм познакомит вас с основными приемами оказания первой медицинской помощи. Десна, я 801-й. В 10.20 прошел первый поворотный. Высота 400. Курш 30. 801-й. Я Десна, вас понял. Представим себе. Вертолет совершил вынужденную посадку в тайге. Борттехнику включить в первую очередь системой пожаротушения и сигнал бедствия. Десна, я 801-й. Пожар в системе двигателя. Иду на вынужденную. 30 километров с западной Гаровки. Время 10.40. 801-й. Я Десна, вас понял. Члены экипажа и пассажиры получили травмы разной тяжести. Теперь здоровье и даже жизнь многих из них зависит от того, как быстро и правильно будет оказана первая медицинская помощь. При остановке сердца применяют искусственное дыхание в сочетании с закрытым массажем сердца. После вдоха в рот пострадавшего интенсивно надавливают на нижнюю часть грудины руками, разогнутыми в локтевых суставах 4-5 раз. При кровотечении в области виска прижимают височную артерию к височной кости вторым и третьим пальцами впереди ухо. Затем накладывают давящую повязку. При кровотечении в верхнем отделе плеча прижимают пальцами под ключичную артерию к первому ребру позади ключицы. Кровотечение из ран на нижней конечности останавливают прижатием бедренной артерии в области паховой складки. При этом требуется большое физическое усилие. Метод пальцевого прижатия артерии является кратковременным, дающим возможность выиграть время, пока не будут подготовлены жгут и давящая повязка. Наложение жгута основной способ временной остановки кровотечения при повреждении крупных артерий конечностей. Если нельзя рассчитывать на оказание квалифицированной помощи в пределах двух часов, необходимо ослабить жгут через 20-30 минут. Время наложения жгута фиксируется и записывается. Кровотечение в области нижней половины плеча, предплечья и кисти останавливают, прижимая плечевую артерию посредине внутреннего края двуглавой мышцы. При отсутствии жгута применяется закрутка, изготовленная из парашютной ткани или нескольких строп. Помните, опасно закручивать после видимой на глаз остановки кровотечения. Это приводит к повреждению сосудов и нервов. Применять жгут и закрутку надо только в крайних случаях. Большинство кровотечений можно остановить полноценной давящей повязкой. КОНЕЦ КОНЕЦ Я 801-й, 801-й, 801-й. Терплю бедствие, терплю бедствие, терплю бедствие. Координаты 48 северной широты, 138 восточной долготы. КОНЕЦ Основная задача оказания первой помощи при переломах кости сделать ее отломки неподвижными, придавая конечности неподвижное положение. Правильная и своевременная иммобилизация предупреждает возникновение травматического шока и повреждение костными отломками сосудов и нервов. КОНЕЦ Для этого используются импровизированные шины, изготовленные из подручных материалов, жердей, прутьев, досок, жгутов соломы и тому подобного. КОНЕЦ в верхней трети и бедренной кости фиксируют голеностопный, коленный и тазобедренный суставы. Используют три шины. Одна шина проходит по задней поверхности голени от пятки до верхней трети бедра. Другая по внутренней поверхности стопы, голени и бедра. Третья по наружной поверхности конечности и туловища от стопы до подмышечной впадины. стопу фиксируют под прямым углом голени. Шины привинтовывают парашютной тканью. при переломах крупных костей могут развиваться явления шока. В этом случае необходимо ввести внутримышечно обезболивающие средства. при переломах плечевой кости шина должна фиксировать лучезапясный, локтевой и плечевой суставы. Она накладывается от кончиков пальцев до плечевого сустава. предплечья подвешиваются на косынке. Рука фиксируется к туловищу. Через 20-30 минут после наложения закрутки ее необходимо ослабить, постепенно уменьшая натяжение. если кровотечение продолжается, закрутка затягивается снова. при переломах костей кисти шина накладывается по ладонной поверхности от кончиков пальцев до локтевого сустава. Под пальцы подкладывается небольшой мягкий валик. КОНЕЦ При переломах костей шина должна фиксировать лучезапясный и локтевой суставы. она накладывается от кончиков пальцев до верхней трети плеча. КОНЕЦ На наличие травмы стопы и нижней трети голени может указывать вынужденное положение конечности пострадавшего. КОНЕЦ ГОЛЕЦ Шина в этих случаях накладывается по задней поверхности голени до ее верхней трети. ГОЛЕЦ стопа фиксируется под углом 90 градусов голени. ГОЛЕЦ ГОЛЕЦ В условиях выживания иммобилизация должна быть надежной на длительное время и позволять пострадавшему сохранять относительно высокую подвижность. Тесна, я 310-й в квадрате 64 обнаружил потерпевших бедствий захожу на посадку. 310-й я Тесна вас понял. ГОЛЕЦ ГОЛЕЦ Жизнь и здоровье пострадавшего от травмы зависят от качества первой помощи. Поэтому необходимо, чтобы каждый член экипажа умел оказывать доброчебную помощь, знал сущность, правила и последовательность мероприятий по ее проведению. Десна 310-й в 13.00 взлетел в площадке расчетное время прибытия 14.00 на борту раненые требуется медицинская помощь. 310-й я Десна вас понял. МОЛЕЦ